Слава Господу! Слава Господу! Спасет от смерти, во время голода пропитает их, душа наша упывает на Господа, Он помощь наша, защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Вот так псалмопевец Давид, он понимал, что с небес Бог зорко за ним наблюдает и все видит, что делают люди на земле. О чем они думают, что они строят, во что они преображаются, видит все наш Бог небесный. У Него пишется, написана памятная книга, Он вникает во все дела. Мы думаем, да нет, Богу ли надо, дела наши или мысли наши, или слова наши, все знает, все ведает, потому что Он же для себя и по своему образу человека сделал. И для определенной цели, и так, что даже при всех обстоятельствах мы не сироты, мы не брошены, оказывается, за нами зорко наблюдают. И может быть, это даже очень хорошо, потому что Божьи намерения для нас, они очень благие, святые. Бог определяет так, чтобы дать нам будущее. Слава Богу! Вот у нас брат, гость, северная часть Молдовы. Он служитель церкви по региону. Он сам о себе немножко расскажет о своем служении. Первый раз в Америке. Так что начнем собрание с молитвы. Попросим милости у нашего небесного Отца. Слава нашему Господу! Мы в начале нашего богослужения споем два псалма. Один будет рождественский, Рождество Христово, ангел прилетел. А потом второй, благо есть славить Господа. Рождество Христово, ангел прилетел. Он летел по небу, людям песню пел. Все люди, ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христово Рождества. Все люди, ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христово Рождества. Я лечу от Бога, радость вам принес Чтоб в пещере темной родился Христос Скорей поспешайте, младенца Встречайте нового нарожденного Скорей поспешайте, младенца Встречайте нового нарожденного Пастухи в пещеру прежде всех пришли В яснах на соломе Господа нашли На колени пали Христу Дары дали нового нарожденного На колени пали Христу Дары дали нового нарожденного И разлоречивый о Христе узнал И убить младенца воинов послал Всех детей избили мечи Притупили, а Христос в Египте был Всех детей избили мечи Притупили, а Христос в Египте был Номер 2005 Благое славит Господа И петь имени Твоему Всевышний Возвещать утро милость Твою И истину Твою везде Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу Твою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой Господь, Ты мой Творец Господи, Ты защита моя Ты мой Бог, Ты мой Творец Ты меня жизни над землей Небеса высоко Слава Твоя во век веков Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу пою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой Господь, Ты мой Творец Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу пою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой Господь, Ты мой Творец Возвожу мои очи к горам Возношу мои руки к небу Я познал, что Господь велик Что милость Его над всей землей Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу пою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой Господь, Ты мой Творец Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу пою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой Господь, Ты мой Творец Выслушаем слово Слава и благодарность нашему Господу За милость Его, которую Он дарует нам, братья и сестры Я хотел бы сегодня Предложить такое слово Писание, которое мы часто слышим Которое говорит нам о нечто высоком О нечто том, что мы должны исполнять в жизни нашей И вот апостол Павел пишет в послании в первом Петра В первой главе 22 стих Говорит такие слова По слушаниям истины, через духа Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию Постоянно любите друг друга от чистого сердца Я хотел бы сегодня такое небольшое слово сказать для нас Именно о послушании Мы все знаем много мест Писания, которые нам говорят о послушании Это очень обширная такая тема, дорогие друзья И мы все желаем послушания наших детей Мы знаем это местописание, которое записано к Ефесянам Чтобы дети были послушны своим родителям И правда хорошо, когда дети послушны Это приятно, это, знаете, хорошо на сердце Но о послушании можно много говорить И послушание зависит, знаете, во всяких сферах Где бы мы ни находились Вот это послушание Нас учит именно соблюдать это слово, которое сказано Допустим, о послушании можно сказать на работе Когда есть такие наши законы предостережения Чтобы не совершилась какая-то ситуация Та или иная, допустим, как здесь в Америке говорят Сефти Тесты сдаются для сефти Чтобы не нарушалась вот эта вот именно дисциплина Не нарушалась, допустим, те законы Которые должны исполняться при работе И вот если мы послушны Если положено, допустим, у станка работать в очках Сефти-глассес, как называют здесь в Америке То его эти очки одевают, чтобы не повредить глаза Но, дорогие друзья, а что нам говорит Библия о послушании? Что именно это за слово такое? Что это за качество такое христианина, допустим, послушания? И вот Слово Божие нам говорит всем Вот это местописание, которое я прочитал Послушанием истины А истина — это Слово Господне И вот как это Слово Господне Сегодня оно отображается в жизни нашей, дорогие друзья Я прочитаю такое местописание Когда вот Бог положил такую тему мне Именно говорить о послушании То я как раз попалась книга Вот была Шура Тимошенко Я полистал эту книгу Нашел ее стихотворение О послушании Я его хотел бы прочитать Послушание — качество спасенных Послушанию Богу очень веско А детей хотим мы послушанию Осуждаем непослушных резко Вот пришли святые на собрание Пастор просит — пересядьте ближе Но не с места Все сидят упрямо Только головы склонили ниже Братья, сестры, где же послушание Небольшое сделать попросили Провалили вы экзамен точно И пример недобрый проявили Дети ведь всегда берут примеры От родителей, сестер и братьев Послушание — качество спасенных Примет и Господь в свои объятия Вот такое стихотворение Некогда написала это Шура Тимошенко И я согласен с этим, дорогие друзья Сколько бывает на самом деле Просит брат-пресвитер — пересядьте ближе Сколько просят иногда дежурные наши ашеры — Подвиньтесь Место нужно Но не с места, дорогие друзья А сегодня это смотрят наши дети И на самом деле, дорогие друзья А иногда, знаете, мы говорим детям Что вы должны послушны И наши дети так смотрят на нас А потом говорят А вы всегда послушны И вот в этот момент, дорогие друзья Тот тест, который дает нам Господь Ту проверку, которую ожидает от нас Господь Как вот сказано Качество спасенных Мы не сдали, дорогие друзья Поэтому да поможет нам Господь Я прочитаю из Библии Местописания я много выписал, братья и сестры Но придется перед молитвой Именно сократить эти местописания И сказать такие слова Второзаконие, 30 глава, 15 и 16 стих Написаны такие слова Вот я сегодня предложил тебе Жизнь и добро, смерть и зло Я, который заповедую тебе сегодня Любить Господа, Бога твоего Ходить по путям Его И исполнять заповеди Его И постановления Его И законы Его То будешь жить и размножиться И благословить тебя Господь Бог твой в земле, которую ты идешь Чтобы овладеть ею Вот такие слова некогда были оставлены На страницах Священного Писания Этот закон, который Бог оставил и сказал Именно в то время Говорит, в ту землю, в которую ты пойдешь Чтобы овладеть ею Но если ты будешь ходить и исполнять Все законы, все постановления Вот именно то послушание народа Божьего Если оно будет, то говорит Я благословлю тебя Поэтому, дорогие друзья От нас зависит И повиновение Богу Находится в наших интересах Именно если мы будем повиноваться То Бог будет благословлять Еще есть место Писания Могу прочитать Такие слова Можно быть одновременно послушным Богу И кому-то еще И это место Писания записано 1 Царх 15 глава 21 стих Такие слова говорит Перед вами всегда выбор Кого слушаться Если мы не слушаемся Господа Значит, не слушаемся кого-то другого И это уже дало поклонство А не просто Хочу слушаюсь или не хочу И пример такой Бог сказал Саулу Конкретное слово Иди, сделай вот так или вот так Просто ясно Но что толкнуло Саула Поступать по-своему И толкнуло его непослушание Дорогие друзья Это можете отметить себе И прочитать дома 15 глава 1 Царх 21 Там 30 стих Что именно Было произведено Непослушание Саула Поэтому Да поможет нам Господь Чтобы нам во всех Наших предприятиях Дорогие друзья Быть послушны Нашему Господу Быть в повиновении У Него Дорогие друзья Еще прочитаю Иисуса Навина Записаны Такие слова Где сказаны Слово Божие Это Иисуса Навина 1 глава 8 стих Да не отходит Сия книга Закона От уст твоих Но поучайся в ней День и ночь Дабы в точности Исполнить все Что в ней написано Тогда ты будешь Успешен В путях твоих И будешь поступать Благоразумно Дорогие браты И сестра Если мы сегодня Желаем поступать Благоразумно То мы должны Более вникнуть В Слово Господне Исследовать Это Слово Господне Черпать из Него Дорогие друзья Те источники Которые так Необходимы Для каждого из нас Поэтому Пусть Господь Поможет нам Еще прочитаю Местописание Пример Иисуса Христа Где Он был послушный Отцу Своему Это записано Евреям 5 глава 8-9 стих Хотя Он и Сын Однако страданиями Навык послушанию И совершивший Сделался для всех Послушных Его виновником Спасения Вечного Поэтому Да благословит Господь Каждого из нас И Римлянам 6 глава 19 стих Говорит такие слова Ибо как не послушанием Одного человека Сделались многими Грешными Так и послушанием Одного Сделаются Праведные Многим Поэтому Благодарение Нашему Господу Иисусу Христу Который был послушен Своему Отцу До смерти И смерти Крестной Дорогие друзья Если бы Иисус Христос Не был послушный Отцу Своему То дорогой брат И сестра Тебя бы не было На этом месте Но послушанием Нашего Иисуса Христа Отцу Своему Сегодня Ты и я Брат и сестра Сегодня Ты искупленный Кровью Нашего Спасителя Иисуса Христа Поэтому Пусть Господь Благословит И наши сердца Пусть Господь Поможет нам Чтобы нам Во все дни жизни Нашей Быть благодарными Тому Который Был послушный Который Оставил нам Пример Послушания Дорогие друзья И Где бы мы Не находились Находимся мы На работе Мы должны Исполнять Имена Все то Что от нас Требует Босс Если мы Не будем Послушны Этим Законом Или Уставом Этим Который Предлагает Нам Босс То он Просто-напросто Нас уволит С этой работы Но За то Чтоб мы Работали Дорогие друзья Он платит Нам деньги Да А если мы Не будем Послушными Он просто Увольняет И вот Доллары Эти Заставляют Нас Быть послушными Дорогие друзья Чтобы Получить Зарплату Вот эти Доллары Нас Заставляют Слушаться Повиноваться Этим Законам Повиноваться Именно Тому Уставу Который Предлагается Именно По Человеческим Законам Но Сегодня Для нас Из любви К нам Дорогие Друзья Наш Иисус Христос Оставил нам Слово Истины И поблагодарим Его Аминь Послушание Послушание Поет Потом Сестра Алла Расскажет Стих И мы Вместе Споем Перед Второй Проповедю Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 Но умиг прикосновение мое Одно из тонких веточек сломало. Быть может, ветер надломил ее, И ль силы в этой ветве было мало. И для нее померк вдруг жизнецвет, Упала ветка, сломленная мною. Не изменился яблоневый цвет, Но стала меньше веточкой одной. Другой в памяти храню. Декабрь, морозы, Ранний зимний вечер пришел в мой дом, Застал меня одну, И в сумерках я зажигала свечи. Веселым они вспыхнули огнем И против темноты боролись смело. Пусть не могли светить, как солнце днем, Но мягкий свет жилище теплым делал. Сестрички свечи выстроились в ряд И словно говорили язычками. Прекрасен был горящий их наряд, Но у одной чуть побледнело пламя. Хотелось мне поправить фитилек, Чтобы свечи гореть легко и ясно. Затрепетал, взметнувшись огонек, Вздохнула тихо свечка и погасла. Моя успешность и неловкость рук Горить свече той слабенькой не дали. Угасшая стояла средь подруг, А тени на стене заметней стали. Ветвь и свеча ни с цвета, ни огня. Большой беды, конечно, не случилось, Но все это уроки для меня, Чтоб на примерах жизни я училась. И ветка яблони цвела б еще сильней, И свечка долго бы теплом дышала, Когда б неосторожностью своей Я ветве и свече не помешала. Но ни о ветках и ни о свечах Услышит тот, пусть кто имеет уши. Есть в мире настоящая печаль, Угасшие и сломленные души. Они горели из последних сил, Они цвели несмелым первым цветом, Но кто-то их сломал и погасил, Не пожалев ни капельки об этом. Как просто погасить или сломать Поступком неразумным или словом? А нужно чутким сердцем понимать, Любить людей любовью Христовой. Надломленного он бы не сломал, Чутлеющего он не угасил бы, Споткнувшийся с Христом бы не упал, И слабого он не лишил бы силы. Все видели Спасителя глаза, Он руки упростирал к упавшим грешным, Он раны их спешил перевязать И возгревал в их душах луч надежды. Спасенные Христом, Ты должны на Иисуса быть похожи, Чтоб помогали мы гореть, цвести, Чтоб Иисус был виден в нас, Сын Божий. Нам, любящими быть, Господь велит, Чтоб всех, кто с нами рядом, Мы согрели, Надломленные, чтобы вновь цвели, И гаснущие, чтобы вновь горели. Аминь. Радуйтесь со мной, люди, Нет сомнения, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Вставшим мы споем общим пением, Пусть земля вся утверждает. Пусть земля вся утверждает, Что Того я не спасен. Бог мой песню воспевает, Принят раб Твой насилом, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен. Если б ангел сам явился И сказал мне обращен, И тогда б я не смутился, Помня вечный Твой закон, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен. Если ум мой усомнился, Призовут Тебя душой, Ты придешь, и ум смирится, И настанет Твой покой, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен. Знаю я, в Кого я верю, Дух мой в днём не сокрушит, Жизнь и всякую потерю, С радостью снесу я с ним, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен. Каждый миг Его я слышу, Каждый миг с Ним говорю, Он любовь дарит мне свыше, И Его огнём горю, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен, Нету места для сомнения, Сердце избранных Тобой, Час минутного затменья, Будь на страже пастырь мой, Радуйтесь со мною, люди, Нет сомненья, я спасен, Нет сомненья, я спасен, Пусть весь мир твердит иное, Знаю я, Христом спасен, Знаю я, Христом спасен, Мир вам, братья и сестры, Какое счастье, данное нам Господу во Иисусе Христе, Что мы можем с уверенностью петь, Если б ангел сам явился И сказал, что не спасен, И тогда б я не смутился, Принят раб твой на сион, Слава Богу! И эту уверенность мы имеем от Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, Пришедшего в этот мир, И даровавшим нам жизнь И жизнь вечную, Слава Ему за это! Приятно осознавать, Что мы есть дети Божьи, И откуда мы имеем эту уверенность, Что мы есть дети Божьи, И что мы спасены им, Что нам прощены все согрешения, И мы есть дети Его, Священное Писание говорит, А как вы, сыны, то Он послал в сердца вашего Духа Сына Своего, Вопиющего Ава Отче, И сей Самый Дух, Свидетельствует Духу вашему, Что вы дети Божьи, Слава Богу! И это и свидетельство мы имеем сами в себе От нашего Господа, И благодарению Богу. И я считаю, и знаю, И сильно благодарен Господу, Я люблю этот псалом петь, Я люблю его всей душою, Потому что В этом псалме Выражается слава И благодарность Богу, За то, что Он пришел в этот мир, И дал нам вечное искупление, И мы теперь дети Божьи. Когда-то мы были непомилованы Отныне помилованы, Слава Ему, братья мои и сестры. У меня не так много времени, И я хочу продолжить Те две проповеди, Которые были утром, Последних. Я рассуждал о них. И не то, что я сегодня на них рассуждал, И вы, мы постоянно рассуждаем об этом. И брат Саша сегодня проповедь сказал О послушании. Вы знаете, послушание присущно только тем, Которые запечатлены обетованным Святым Духом, И свою волю подчинили воле Божией. И сказали, как апостол Павел, муж Божий, Для меня жизнь Христос, А смерть приобретение. Послушание только присуще тому, Который, как учит Священное Писание, Он почитает другого, высшим Себя. Послушание присуще тому, Который, взявший крест, Следует за Господом Иисусом Христом. И послушание присуще тому, Который хорошо понимает, Что не угождая воле Божией И не исполняя волю Божию Наследовать жизнь вечную не будешь. Послушание присуще тому, Который хорошо понимает, Что блаженны чистые сердцем, Ибо они Бога узрят. И если нету послушания, Нету чистоты сердечной, Нету чистоты сердечной, Бога, конечно, и не узрешь. Я благодарю Господа за эти собрания. И почему я хочу продолжить как бы вот эту проповедь, Которую сегодня мы слушали утром, И сейчас мы слушаем, братья и сестры. Я в своей жизни замечаю одно то, Что меня сильно особенно тревожит, Что порой христиане, Мы много знаем о Господе, Научены самим Богом, Научены Духом Святым, Научены братьями и служителями, Научены через проповеди, Через песнопения, Как брат Анатолий сказал, Что, возможно, кто-то придет к Господу, Через песнопения, Но порой так халатно относимся Ко своему личному спасению. И порой, кажется, Уже вот столько мы слышим Слово Божие о святости, Когда мы слышим о чистоте, Когда мы слышим о том, Что скоро придет Господь за церковью своей, И люди должны быть готовы ко встрече, Чтобы можно, поправивши свои всетильнички, Встать и выйти на встречу с женихом. И кто может сейчас себе, Я хотел бы, чтобы каждый мог ответить положительно, Каждый, находящийся на этом месте, Можешь ли ты сказать, Если сейчас Происшествие Сына Божия Иисуса Христа, И я не буду постыжен. Прямо сейчас, в это мгновение. А это очень важно. Ведь вся наша жизнь, Она посвящена служению Господу нашему Иисусу Христу, И наша цель, мы смотрим на воздаяние о будущем, Чтобы наследовать жизнь вечную с Иисусом Христом. Конечно, я не знаю, у меня нет статистики, Но вот с этой небольшой кафедры Сколько раз уже было напомянуто о том, Что мы должны бодрствовать И всегда быть готовы ко встрече Иисуса Христа. Правда? Сколько раз мы слышали о том, Что нужно вести святой образ жизни, И возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Сколько раз мы слышали, что нам нужно пребывать в вере, И жить так, чтобы наши плоды были угодны Богу. Много раз, правда? Очень много. И по времени мы уже должны действительно Хорошо понимать Священное Писание. Для нас должно быть присуще Приносить плоды угодной воле Божьей, Ведь Священное Писание Прямо слова Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Он сказал «Вы свет миру». Если сейчас выключить на малое мгновение свет здесь, То мы все увидим, что сразу темно. Свет невозможно никогда нигде его спрятать, Ни в какой ситуации. Я помню, мы однажды в молодость еще заблудились, Сильный шторм поднялся, И мы попали в сильную снежную бурю. И мы уже ходили, с нами был старший брат-служитель, И мы ходили, и получалось, что то мы видели все друг друга, А потом уже взялись за руки, такая сильная метель была, И мы уже не знали, куда идти нам. Практически мы ходили по одному и тому полю, Уже снега стало по колено, А мы не видели выхода. Мы стали молиться, «Господи, помоги, если мы не выйдем отсюда, Все мы, вся молодежь, Нас было около 20 человек, Мы просто все замерзнем в этом поле, Несмотря на то, что рядом находится деревня, Там собрались люди и ждут нас, Они знают, что горожане, молодежь приедет в собрание, И не ждут нас. И утром, возможно, придут и найдут наши тела замерзшие. И мы стали молиться, Брат-служители говорили, Братец, друзья, давайте будем молиться, У нас нет выхода. И вы знаете, что когда мы склонили молиться перед лицем Господа, Ну, не склонили колени, склонили голову, Взявшись за руки просто, Чтобы не потерять друг друга, Настолько стала сильная метель, Темно стало до часов 5 вечера, Было по времени еще должно быть видно. И там, где друзья сидели в деревенском избушке, Ожидая нас, Бог Духом Святым проговорил, Выйдите, зажгите свет и поднимите высоко свет. И братья сделали фонарь, Такой у них был, знаете, такой, керосин или что там, Высоко на шествии подняли свет над своим домом, Над этим шестом. И мы увидели его. Мы пришли в этот дом. Но это был маленький мерцающий фонарик, Керосиновый там, не батарейка даже, керосин. И как это нельзя, но увидевшись, Среди этой метели, в этой снежной мгле, Мы увидели свет. И нам уже было, мы рады были хоть куда идти, Лишь бы выйти из этого, не замерзнуть в этом поле. Но попали в собрание. Нас так ласково, нежно встретили. И все благодарили Господа за водительство Духа Святого. И я говорю сказать, увидели свет. Слышишь, христианин? Увидели свет. И нас, около 20 человек молодежи, Мы были спасены Богом от того, Чтобы нам просто рядом с этой деревней не замерзнуть. Поэтому пусть Бог благословит наш разум, братья и мои сестры. Сегодня утром напоминалось, что будет расставание. Все люди уйдут с этой земли. Все до одного уйдут. Никто не останется. В разное время, в разных ситуациях. Но придет тот день, когда будет встреча с вечностью. Вы помните, кто говорил сегодня об этом? Брат Геннадий. Что будет встреча с вечностью. Или другими словами, встреча с Богом. А как насчет тебя? Как насчет меня с этого? Буду я с радостью ожидать этот день встречи с моим Богом? А может быть, как один из служителей когда-то, Горяя проповедь сказала, Господи, сокрой лицо от меня. Потому что твой взор, он волнует меня. И вот ту проповедь я слышу лет десять тому назад. Когда я вспоминаю, мне всегда как-то жутковато. Как можно? Когда все мы хотим. Но жизнь. И нету послушания воли Божьей. Она не дает права. Она не дает дерзновения восклонить головы свои. Сегодня один из братьев напоминал место из Библии. Я просто пришел домой и говорю, Господи, какое сегодня прекрасное собрание было. А он напоминал, когда увидите все это сбывающееся, что сделаете? Не в ужасе будьте. Восклоните головы ваши, ибо пришло избавление ваше. А кто может, увидя вот это все сбывающе, что творится в мире, восклонить головы свои к небу и возрадоваться? Понимаете? Возрадоваться. Ну, мы правда все рады, когда кто-то из тюрьмы освобождается. Братья служили, были в армии. И когда приходят сроки идти домой, какие все рады. А здесь кончается жизнь. На этой земле полна скорби, печали, переживаний и так далее и далее. Болезни, вопль, слезы и тому подобное. Разных скорбей. И вот приходит твое избавление. Приходит твое избавление. Возрадуйся. Восклони голову свою. Но не для многих это будет радостно. Вы помните, когда было десять дев, для пятерых вроде и радостная встреча идет жених. Но она закончилась печалью. Для того, кто пришел на брачный пир в небрачной одежде, уже пришел, но пришлось ему выйти из него. Вывели его. И потому что не было послушания. Как брат Саша, я с ним даже не разговаривал, не знал, что надо будет говорить. Да я не готовился к этой теме. Не было послушания. Был закон встречи жениха Иисуса Христа. Вернее, жениха, когда идешь на брачный пир. Был закон, когда идешь на свадебный пир. Когда тебя пригласили на пир. Был закон, его нужно исполнить. Я не буду об этом сегодня говорить. Но люди не проявили послушания. Отнеслись халатно. В наши дни могут сказать, а что тут такого? Вы законники. Ну, а мы беззаконники. Другого выхода нет. Послушание. Воли Божьей. И всякий человек, исполнивший волю Божью, жив будет. И встреча его с Иисусом Христом. Придя в собрание, я разговаривал с одним братом, которому за 70 лет. Сегодня перед этим собранием. И вы знаете, что он мне процитировал? Вот я вижу его. Сейчас он смотрит на меня. Я говорю, брат Петр, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ибо они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними. Я посмотрел на этого седого человека, которому за 70 лет. Он такой счастливый. Он говорит, меня Господь освободил от страха смерти. Все мы свободны от страха смерти. Я имею в виду земной, как все люди уходят в вечность. Является это для нас страхом? Или это для нас радостный день? Когда проходит время встретить Господа нашего, Иисуса Христа. В моем понятии люди, которые боятся смерти, это люди, которые пребывают в грехе. Люди, которые не имеют общения с Господом. Люди, которые не имеют уверенности в том, что их жизнь сокрыта в Боге, и не будут наследовать жизнь вечную с Иисусом Христом. Для них смерть земная, человеческая, это, конечно, ужас. Для христианина это приход из смерти в жизнь. Для того, который является светом, миру и сего, и принял для себя Слово Божие и подчинился воле Божией, смерть – это не страшно. Верующие люди не умирают, а переходят к смерти в жизнь. И сегодня обратно напоминал, что у Господа мертвых нет. И так говорит Священное Писание. И вот я буду читать несколько мест. И пусть Бог, родные мои, благословит каждого из нас, не быть равнодушным и беспечным. Особенно мы вспоминаем рождение Христа. Вы знаете, что многие, ну, я не знаю, выразиться скажу так просто, многие христиане даже не дают четкого отчета, для чего пришел Христос в мир. Я слушал, когда была передача по радио, и когда люди звонили, просто было как-то неприятно, чтобы по голосу слышать, что человек где-то, ну, в преклонных годах, он должен быть знать как, ну, идеально, а он совершенно не может объяснить, почему Христос пришел в мир. Люди мои добрые, ну, мы же христиане, мы знаем, что для чего пришел Христос, что Он принес нас, что мы имеем во Христе Иисусе. И вот пусть Бог благословит нас, вот этим всем дорожит и пребывает. И вот я буду читать послание Титу со 2 главы, с 1 стиха ниже. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». Научающая нас, для чего явилась благодать. Она не просто явилась благодать для того, чтобы, ну, хорошо нам было на земле, не для того, чтобы нам просто были хорошее общение братьев и сестер, собрания, за которыми мы скучаем. Лично я скучаю. Если я не попал в собрание, просто я скучаю. Я люблю просто прийти в общество святых. Но не для этого. Это есть, и это неотъемлемо. Но есть цель благодати, пришедшей в мир, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот для этого это и есть пришествие Иисуса Христа. «Пришла благодать и научающая, она научающая нас, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот так его нужно встречать. Как здесь и написано. «Отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И я не думаю, что я даже не старался, чтобы что-то найти, чтобы кто-то, ну, первый раз услышал. Ну, Священное Писание мы знаем, мы читаем. Но как важно и необходимо иметь дерзновение встретить нашего Господа Иисуса Христа. Прожить нашу жизнь так, чтобы наши одежды были не запятнаны. Прожить так, чтобы, как Христос сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Не просто нас избрал, чтобы мы вот возрадовали, что торжествуй еванинская правда, спасен и все. Но, он сказал, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. И это очень важно. Это очень важно для нас, христиан, прожить целомудренно в своей жизни, не сообразуясь с миром. Но, братья мои и сестры, уже на эту тему, что и так, где Священное Писание, чтобы не любили мира, не того, что в мире, ибо то, что в мире похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Господа, уже практически на эту тему не говорятся, проповеди в основном. Почему? Потому что, ну, как не глянь, ну, так хочется быть людям сообразно с миром, сообразно и быть похожими на мир. Я как-то встретил недавно христианку в магазине, вы знаете, она как засветила, чуть не ослепнула. Штанишки порваны, тут тело голое, тут тело голое, тут обнажено и все. И вы знаете, настолько было трудно, что я, иначе что-то дитя пытается мне сказать, а мне просто стыдно в магазине, что это дитя верусь. Христианка. И, ну, как люди, это благочестиво, да, отвергнут мирские похоть, и все, не сообразуйся с миром, всем благочестиво и правильно жили в этом мире, когда Священное Писание, чтобы люди одевались со стыдливостью. Как про личность святым. И в этой девице кто-то, вы думаете, папа просто служитель, а у его же мужа, который рядом с ней стоит, папа тоже служитель. И свадьба два месяца тому назад была. Но явилась благодать Божией спасительной для всех человек. Значит, для всех она... Я не могу сказать, что люди не служат Богу, не хотят жить свято. Но одни пропустят вот это мимо ушей своих, и будучи, стараясь подражая миру, и быть подобным, как миру, отвергнувши то, чему учит благодать Божия, где не окажется. Ну, можно твердо сказать, и без сомнения не окажется там, где мир. Кому подражаешь, затем и пойдешь. И где будет тот вечности, которому ты подражаешь, там будешь и ты. Я не говорю о вас, а о тех, которые подражают миру. Те, которым стыдно быть светом в этом мире. Те, которым стыдно исполнять Слово Божие. А Христос говорит, если кто постыдится меня в роде всем развратным и пролюбодейным, того постыжусь я пред Отцом Моим Небесным. Постыжусь. Скажу, не знаю, кто ты отойдет меня, делающий беззаконие. Отойди. Поэтому, братья мои, эти собрания, они даны нам Богом. Не просто для того, чтобы посидеть, не только для того, чтобы послушать, иметь хороший круг друзей. Я благодарен Господу за этот круг друзей, который Бог мне дал. Я очень ценю этим кругом друзей. И я сильно счастлив, что Бог вел меня в этот круг друзей. Но я хочу, чтобы моя жизнь и жизнь каждого из нас, находясь в этом кругу друзей, она в вечности была, так же самое в кругу друзей, в общении Сына Божия Иисуса Христа. И мы своими очами увидели небо. Братья и сестры, что есть в мире, на что можно променять жизнь вечную с Иисусом Христом? Моды, покраски, прически, одежды, бранную речь, золото, цепь и все остальное. Все, что любит мир. На что можно поменять? Есть такая цена в этом мире, чтобы взявши эту цену ради того, чтобы потерять жизнь вечную. С Господом Иисусом Христом. Если кто-то что-то не сказал, я всем скажу, нет. Нет. Жив Христос. Потому христиане уверенно шли и ныне идут на подмоз. С Иисусом Христом в тюрьмах, в вузах, в любых ситуациях. Христиане, взирая на воздаяние жизни вечной, они следуют за миром. Выйдя из мира, они следуют за Господом. Выйдя из мира и не сообразуются с миром. Апостол Павел говорит и так, умоляю вас, милосердием Божиим, представить тела ваши Богу в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия благая, угодная, совершенная для разумного служения. Братья и сестры, к этому призвал нас Бог. К этому призвал Бог. И пришла благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши скрытные, постыдные дела, не пробегая к хитрости, праведно и целомудренно проводили жизнь свою на этой земле. Для этого человека это настоящее Рождество, Сына Божия Иисуса Христа. Для того человека каждый день это радость. Каждое мгновение это радость, потому что мы род чей? Его, братья и сестры, понимаете, род его. Мы им, не миром, не модами, не подражанием миру, мы им, Иисусом Христом живем, движемся и существуем. И наша цель – быть в общении с Иисусом Христом на этой земле и в вечности. Слава Ему за это. Эту уверенность и эту надежду принесла эта благодать Божия. Принес Иисус Христос по великой любви Отца Своего Небесного. Братья и сестры, я считаю, что есть нам о чем думать. Есть нам о чем рассуждать. И Священное Писание говорит так. Послание 2, послание Петра 2, глава. «Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, обратите внимание, соделались причастниками божественного естества». Слышите? «Через обетование Божие, чтобы вы сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоть». Стоит принять этот стишок во внимание. Стоит принять послание апостола Петра во внимание. Стоит подчинить себя свою волю. Воли Божьей. И я вообще понимаю, что у христианина практически нет своей воли. Христос пришел на землю и сказал, «А кто мне служит? Мне да и последует». А Христос сказал, «Отче, впрочем, не моя воля будет, но твоя да будет». Вы помните Гефсиманский сад, о котором описывается в 17 главе Иоанна, в котором молясь Отцу Своему, говорят, что «Если возможно, доминует меня, чаша сия, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». «Кто мне служит? Мне да и последует». Скажи Господу, Господи, не моя воля, твоя да будет. Твоя воля, чтобы я вышел из мира, не прикасался ни к чистому, выйду. Твоя воля, чтобы я не соображался с миром, не буду соображаться с миром. Твоя воля, чтобы я познавал, пребывал в благочестии и познании воли Твоей, я буду с ним заниматься днем и ночью». И сегодня напоминалось место Священописания. «Да не отходит книга закона от уст Твоих, но поучайся в ней день и ночь. Если Твоя воля в том, чтобы я поучался в законе Твоем и был исполнителем воли Твоей, это есть моя воля». «А пройдет онный день, будет воля Божья, восхитить Тебя Духом Святым». На облака, навстречу с Сыном Божиим, Иисусом Христом. Правда, хорошее завершение? Хорошее. Но к этому нужно, пролагая все усилие свое и зная, что Бог, возлюбивший мир, пославший мир Иисуса Христа, и спасший нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, Он дал нам право называться и быть детьми Божьи. Но также Иоанн в своем послании говорит, смотрите, чтобы вам не потерять того, над чем вы многие годы трудились, над чем мы многие дни трудились, братья и сестры. Я буду заканчивать. Пусть Бог благословит наших братьев, гостей они будут еще говорить. Хотелось бы еще больше о чем-то говорить, но хочется сказать, родные мои, так хочется, чтобы мы, достигая присутствия Божьего, чтобы, когда мы склоняемся на колени пред нашим Богом, чтобы это было сладочное общение в присутствии Духа Святого. Только те, которые послушны воле Божией, они могут находиться долгое время в молитве и присутствии Духа Святого, и молитва им неутомительна. Только те, которые послушны воле Божией, не имеют общения с Ним, и не пребывают в Нем. Да будет имя Господа прославлено, да будет имя Господа возвеличено, братья мои и сестры, и я хочу сказать, нашей жизнью, нами. Да будет имя Господа прославлено в нас и через нас. Через меня. Я так хочу. Я так хочу, чтобы Бог через всех нас был прославлен. И чтобы мы твердо, твердо, когда мы проем этот псалом, пусть земля все утверждает, что тобой я не спасен. Нет сомнения, я спасен. Пусть Бог всех благословит. Аминь. Да будет имя Господня прославлено в нас и через нас. Споем вначале общим пением, и будет проходить материальное служение. Потом братья послужат, и хоровое пение, и заключительная проповедь. Ангелы в небе Господа славят. 2002 номер. Ангелы в небе Господа славят. Славу достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, Хори искупленный, спасенный Господа. И сердце Господу, Богу единому, Христу спасителю, славу поют, славу поют, вечная слава, Вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томится, к небу стремится, Дух жених увлечет, о гряди Господи, видишь, небеса жрет тебе единому. Славу поет, славу поет вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный Царственный Божий Сын, Гимны Христос, Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет, и в сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю. Славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, вечная слава Христу. 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 Вечная слава, вечная слава Христу. Наполнил Бог твалою ста, своих родных, своих друзей, мы там найдем, но Христу. О, вечный дом, где радости свет, О, вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем, Любовь идет в небесный дом. О, вечный дом, где радости свет, О, вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем в небесный дом. 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 Я не имею в мире славы, не дано мне богатств земных, Но имя вечное я славлю, днем я наследник благ иных. На небесах я буду жить. На небесах я буду жить. На небесах я песню славы не сполкаю. За небесах я буду жить. Когда пройдут земные годы, настанет вечная пора. Забуду горе и невзгоды. В том мире, где не славы не сполкаю. На небесах я буду жить. На небесах я буду жить. На небесах я песню славы не сполкаю. Со всеми вместе. Со всеми вместе. Со всеми вместе. Я буду петь о небесах, о небесах я буду жить, о небесах и песню славы не смолкая, со всеми вместе я буду петь. Дорогие братья и сестры, я вместе хочу сказать с вами слава нашему Господу. Для меня большая привилегия быть в вашей церкви, я знаю, давно уже слышал, еще хорошо не знал Америки, никогда не был, но уже знал, что есть такой город в Анкулах, потому что здесь есть очень близкий для меня человек, который был пастором, у нас в Молдове брат Петя Карпов, так? Правильно я сказал? Я думаю, что может кто-то еще знает, если кто-то еще меня знает, вы можете поднять руки, я вас поприветствую. Слава Богу! Я хочу немного рассказать о том служении, в котором призвал меня Господь. Я сам из Украины, из Тарнопольщины. В 1986 году Господь вместе с моей семьей трижды проговорил мою сердцу, чтобы переехать на миссионерский труд в Молдову. И уже с того времени, 27 лет, как я совершаю служение на северной части Молдовы, живу в городе Окница. И если кому-то, наверное, интересно, какая у меня семья, у меня шесть детей, десять внуков, так что я уже дедушка. Но иногда я говорю, что я просто муж бабушки. Когда Господь привел меня в Молдову, то Бог определил служение. Я сегодня впоследствии хотел бы говорить проповедь на тему Божьего призвания. Мы коснемся немного этой темы. И как бы Бог сегодня подготовил, я так понял, что и утром, и вечером также были те слова, которые нужны для этой темы. И Бог соединил одним духом проповедников для того, чтобы мы вместе могли говорить о том, что Господь определил для нас. Когда я приехал в Молдову, там были небольшие две группы, и я сказал, Господи, первое, что я хочу, если Ты призвал меня в этот город, в этот край, соедини эти две группы. В течение года пришлось вести определенные переговоры, и эти две группы верующих были соедены, и уже началась небольшая церковь. И я не мог остановиться на этом. Я видел, что люди не каятся, а я сказал, Господь, если это Твоя воля, то Ты продолжай работать. И я хочу, чтобы три человека на следующий год приняли водное крещение, и чтобы эти люди были из мира. И знаете, точно три человека пришли из мира, покаялись и принялись в Твое водное крещение. Но это для меня показалось совсем мало. И на следующий год я попросил Господи, пускай будет восемь. Вы знаете, ровно восемь человек приняли водное крещение. Хотя покаянных было десять, по некоторых причинах двоим не могли дать крещение. Восемь человек. И после крещения прямо на озере я вспомнил, что я молился Господу, и Бог вышел навстречу. Я сказал, Господь, Ты есть Бог. Ты совершаешь работу, Ты хочешь спасать этот город, пускай на следующий год будет пятнадцать. И Господь даровал пятнадцать людей, которые приняли святое водное крещение. И еще один раз я сказал, Господи, восемнадцать. И было так. Было восемнадцать человек. И в этом я утвердился. Я сказал, Господи, пускай эта церковь, молодая церковь, которая начала возрастать, она будет благословением в этом районе, так как в районном центре почти не было церков. И в настоящее время, за двадцать семь лет, есть тринадцать церковь и пять молодых церковь, которые служат Господу. И я благодарен за это Господу, что Господь совершает свою работу в этом районе. А также в двухтысячном году меня выбрали для того, чтобы возглавлять или совершать служение евангелиста в северной части региона Молдовы. У нас в девяносто втором году, когда было совместное братство, было около сорока церквей. В настоящее время есть более триста сорок церквей, и в северном регионе есть пятьдесят четыре церкви. И это есть та работа Божия, которую Господь определил для нашего края. Также, учитывая очень тяжелое экономическое положение в Молдове, если кто владеет такой информацией, была необходимость открыть благотворительную миссию, чтобы помогать бедным детям, уличным, сиротам, полусиротам. И мы начали с пятнадцати детей в двухтысяч первом году. Эта миссия находится при церкви, там они получают бесплатный обед каждый день, а также все необходимое – одежду, обувь, то, что есть возможность, в чем Господь дает благословение. В настоящее время есть сорок семь детей, есть более десяти стариков, которые могут прийти и получать бесплатный обед. Я хотел бы коротко, для того, чтобы больше уделить внимание проповеди, показать фотографии и слайды, несколько для того, чтобы мы могли увидеть ту работу, которая совершается там. И хотел сказать, что это не без вашей участи, потому что совместно мы можем совершать это служение. Это дети из миссии пришли, вышли для покаяния в служении. Дальше, пожалуйста. Это старички, которых мы посетили, и сегодня есть там небольшая церковь в этом селении, которые я называю церковь старичков. Дети, которые получают бесплатные обеды. После служения, в котором они участвовали в церкви, это дети, они очень рады, когда они имеют программу в церкви и могут трудиться. Посетили коллегу одного, которым мы поздравили его с Рождеством и также принесли все необходимое. Этот мальчик был на мусорной свалке, а то летом было, когда я приехал, привез мусор. Я увидел там этого мальчика еще побольше, лет 13. Тот второй убежал, а этого я поймал. Привел его в миссию, и он понял, что я неплохой дядя. И в настоящее время он уже ходит в трой класс, он очень развитый, хороший мальчик. Это семья, когда мама родила восьмого ребенка, ее забрали в психбольницу. Уже два года она находится в больнице, в тяжелом состоянии. Вот этот папа, который слабохарактерный, он не может и не в состоянии их всех обеспечить. Он где-то старается работать. Мы из этой семьи взяли трое детей, которые постоянно кормятся в миссии. А для всей семьи иногда приносим пищу, одежду, по возможности все необходимое. Старички, которые ждут, можно сказать, бомжи из города, которые ждут, чтобы так же пообедать. Дети, которые получили обувь, они очень радуются. Дети всегда перед обедом, после обеда, а также во время воскресной школы, они молятся. И даже некоторые дети своих уже дома заставляют молиться. Семья неверующая, которую мы посетили, семь детей, они очень рады нашему визиту. Это круглая сырота, которая покаялась в детском доме уже, когда они взрослеют. Они идут в никуда. У нас нет программы, чтобы где-то для сырот из детских домов давать им будущее. И мы ее забрали, купили ей небольшой домик. Она также приходит в миссию и является членом церкви. Это все дети миссии собраны на Кристос, на Рождество, и они получают подарки. Мальчик, который жил с бабушкой, очень бедный, ходил, просил кушать, он также сегодня в миссии. Это евангелизация. Мы уже пять лет совершаем евангелизации массовые на стадионе. По одной евангелизации за год собирается около трех тысяч неверующих людей. Более ста человек каются, и многие из них, испокаянных, также остаются в церкви, приняв святое водное крещение. Это те старички, которые могут прийти, и они приходят, чтобы получить обед. Инвалид, который мы посетили. Это семья цыганская, она уже посещает служение, эта женщина, четверо детей. Приблизительно бедные люди живут в таких домиках. Водное крещение. Эта семья, я хотел бы немножко остановиться, в одном селе, в котором мэр села попросил приехать. Жили очень трудно. И когда мы приехали, мы сказали, что наша цель не только дать хлеб и все необходимое, но и чтобы они могли услышать Слово Божие. Через два месяца покаялся вот этот папа в семье, потом мама, потом старшая девочка. Сегодня они являются членами церкви, ходят по селе проповедовать Евангелие. Это евангелизация в одном из селей, но таких евангелизаций мы уже три года назад такой применяем метод, посылаем от 20 до 30 человек, братьев и сестер, как миссионеры в село, где нет верующих. Делаем палатку, они там ходят в течение дня, помогают бедным людям, проповедуют. И каждый вечер делаем евангелизацию. И есть те, которые говорили, что никогда бы они пришли на служение, но стыдно было не прийти, так как помогли им. И они пришли, и их Господь коснулся, они покаялись. И сегодня, на сегодняшний день, в течение трех лет, последних уже есть восемь начинающих молодых церквей в этих селах. Эта старушка, которая не может приходить, она одинокая и никого не имеет. Таких старушек есть около десяти, которым мы приносим кушание на дом. Дети занимаются каждый день воскресной школой. Они очень рады. Это бомж, который попросил покушать. Это семья, дедушка и также есть еще там бабушка где-то. Вот у них трое внуков, ихняя дочка восемь лет назад, может, она где-то есть, уехала в Москву и не дает ничего про себя знать. Они очень бедно жили, он калека. Вот мы этих детей взяли в миссию. Они сегодня ходят на собрание. И жена этого дедушки, бабушка, она также покаялась и является членом церкви. Эта женщина, она с виду такая страшная, но она заболела раком. И мы также ее посетили. И она голодала также. И когда мы ее начали посещать, она покаялась. И когда уходила она, где-то месяц перед смертью, она сказала, я счастлива, что я иду к Иисусу Христу. Я хочу, прежде чем перейти к проповеди, поблагодарить вас, что вы являетесь большим благословением для нашего края, откуда вы выехали. Вы, может, не все знаете, но я хочу поблагодарить вас за то, что все то, что вы делаете совместно вместе с нами в служении, это является очень большим благословением, как в служении евангелизации, так и в благотворительном служении, которое также способствует спасению душ человеческих. Да благословит вас Господь! Я буду читать место, священное писание, которое записано римлянам, 11 глава, 29, 30 и 32 стихи. Мы откроем наши рабочие евангелии, потому что это очень важно на этих стихах. Я буду базировать проповедь и хочу, чтобы мы обратили особое внимание тому, что говорит апостол Павел к римлянам, а Господь сегодня к нам. Римлянам 11, 29, 30, 32. Сказано, «Ибо дары и призвания Божии непреложны». Тридцатый. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Тридцатый трой стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Слава нашему Господу! Я хотел бы сегодня говорить на тему о призвании. В первом стихе мы слышали, мы обратим внимание, что говорит первый стих еще раз. «Ибо дары и призвания Божии непреложны». Я конкретно хочу установиться, «Ибо призвание Божие непреложны». Господь нам отвечает, что призвание, которое Он определил, оно непреложны. Оно не изменяется, оно не отменяется. Господь определил для всех свое призвание. Он определил для того, чтобы все люди могли быть призваны, чтобы все люди могли прийти к покаянию. И мы сегодня слышали несколько раз о том, что Господь определил нас для спасения, и Бог нас спас. Но прежде чем мы коснемся, для чего мы были призваны, я хотел бы остановиться на том, что Божие призвание, оно является для всех. Божие призвание, оно также основано на Божьем милосердии. Божьем милосердии. Господь милосердь людям на этой земле, и Он решил призвать людей. И для этого был послан Иисус Христос, наш Спаситель, для того, чтобы совершить это призвание, для того, чтобы совершить спасение, совершить то, что мы сегодня являемся дети Божьи. И в одном из стихов, в первом послании Иоанна, в третьей главе, первый стих сказано, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И мы видим, что Отец Небесный дал нам величайшую любовь в том, чтобы мы не просто назывались, но чтобы мы и были детьми Божьими. Но это совсем другая тема. Мы знаем, что мы являемся Божьими детьми, потому что это Господь открыл нам Духом Святым. И мы знаем, что Дух Святой не только среди нас, но Он также находится и в нас, в нашем сердце. Мы рождены свыше. И этот процесс Господь произвел в Церкви своей, для того, чтобы мы были удостоверены в том, что мы призваны Господом, что мы являемся Его дети. Поэтому Божье призвание основано на милосердии. Если бы на том, кто лучше или хуже, то мы могли бы как-то похвалиться, что я был хороший в этом мире, я не особо так грешил, и поэтому Господь определил меня призвать, но других людей, которые крайнюю жизнь везут, они не могут быть призваны. Но мы видим, что Господь говорит в 32 стихе, что всех Бог заключил в непослушание. Для чего? Для чего были заключены все люди в непослушание? Для того, чтобы всех помиловать. Господь определил, чтобы помиловать нас. И мы счастливы, что мы являемся те, которые мы помилованы, и мы подорожили этим всем, что Господь даровал, и мы откликнулись на Божие призвание. Поэтому перед нами стоит такой вопрос. Для чего же Господь нас призвал? Что просто так, чтобы мы пришли в собрание, чтобы мы послушали Слово Божие, чтобы мы порадовались, чтобы мы имели церковную структуру, чтобы мы могли назидаться в церкви, что очень важно. И это очень важно. Мы имеем то важное служение внутри, для того, чтобы что-то Бог определил для нас, чтобы мы могли совершать труд. Однажды одна сестра, подойдя ко мне, сказала, я уже 9 лет в церкви, но меня никто ничего еще не попросил, чтобы я что-то делал, дело Божие. Я просто в церкви сижу напрасно. Пастор никогда не подошел и ничего мне не поручил. Какое-то дело Божие в церкви. Но я сказал, сестра, вы имеете очень большое служение, которое необходимо для каждого члена церкви. Это большое поручение, чтобы мы вокруг себя могли говорить людям о спасении. И это разрешено всем. Она говорит, я думала, что это только для проповедников, для евангелистов. И я думаю, что мы уверены, что это служение принадлежит всем. Но для того, чтобы мы совершали Божие поручения первые, которые Бог имел цель и призвать нас для того, чтобы нас спасти. Мы сегодня слышали прекрасный псалом. Радуйтесь, я спасен. Мы радуемся, что спасен. Вы знаете, когда братья пели этот псалом, радуйтесь со мной, я спасен. Я вспомнил те времена, когда я приезжал в маяках, когда там были такие великие, большие служения, и там всегда пели этот псалом. И мне показалось, что я сегодня попал в маяки. Радуйтесь, я спасен. Радуйтесь, ты спасен. Ты действительно спасен, потому что первое, что Господь определил для нас, чтобы нас призвал, для того, чтобы нас спасти, это первое, что желал Господь. Поэтому и Сын Божий был послан для того, чтобы пострадать на Голгофском кресте, для того, чтобы каждый, кто верует, примет ее, он имел спасение, он имел жизнь вечную. Слава нашему Господу! Поэтому, когда мы смотрим в Священном Писании в отношении спасения, то мы видим, что Господь желал, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы все могли спастись. Но только немногие люди, и в том числе мы оценили тем, что соделал Господь для человечества, пришли и получили спасение. Мы имеем удостоверение, то, что мы спасены. Потому что написано, сей самый Дух, Дух Господень, свидетельствует Твоему, моему Духу, нашему Духу, что мы есть дети Божьи. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Господь определил нам спасение. Господь желает, чтобы каждый человек мог отозваться. Он хочет, чтобы каждый человек мог отозваться. И когда мы имеем с неверующими людьми встречу, мы им должны сказать, что это Божья воля, это сам Господь хочет, чтобы каждый человек мог отозваться. Потому что, ибо всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Нужно просто призвать, нужно просто этот стих знать наизусть и сказать человеку, всякий, который призовет имя Господне, он спасется. Если ты призовешь имя Господне, ты также спасешься, ты войдешь в число церкви, ты будешь жизнью вечной вместе с народом Божьим. И это есть величайшее призвание, которое Бог определил в отношении спасения. Господь также хочет, чтобы каждый, который является спасен, каждый, который получил спасение, чтобы он мог утвердиться в этом спасении. Это очень важно. Я хотел бы этот стих процитировать, где записаны 2 Петра 1, 10, такие слова. Поэтому, братья, я думаю, что и сестрам тоже это касается, сказано, поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Слава нашему Господу, что Господь желает утвердить спасение в нашей жизни, чтобы мы могли радоваться, прославлять Господа и величать Его, и сказать, Господь, я спасен, я действительно спасен. Не только группа братьев, которые пела, но мы все поем, мы не только поем, но мы знаем, что мы спасены. И мы этим весьма радуемся перед лицем Господнем. И Господу это приятно. Исаии сказано, что страдая, Он с довольством будет смотреть на наследие, на подвиг, который Он совершил. Мы являемся подвигом Иисуса Христа. Мы являемся результатом подвига Иисуса Христа. И мы благодарны Господу за спасение, которое Он даровал нам. Следующая цель, которую я хотел бы сегодня сказать, я думаю, что я сегодня не смогу сказать всех целей, ради чего Господь призвал нас. Но хотя бы открою три стороны. Следующая цель, которую Господь нас решил призвать, это для того, чтобы мы могли совершать служение. Но для того, чтобы совершать служение, Господь хочет, чтобы в нас были правильные плоды. А мы знаем о плоде Духа. И когда мы читаем, а у Галатам плоды Духа, если мы заметили, там пишут с маленькой буквы Духа. Плоды Духа. Плоды Твоего и Моего Духа. Они являются. Любовь, радость, мир. Я в одной церкви задал вопрос, как вы думаете, какое это плоды Духа? И, к сожалению, просвитер рядом сидя сказал, Духа Святого. Знаете, мне так было стыдно, я хотел сказать аминь, и сесть, и дальше не проповедовать. Но пришлось красиво так выйти из этого положения. Но я хочу сказать, что это плоды нашего Духа. Духу Святому долготерпения не надо. Дух Святой имеет все качества. Плоды нашего Духа. Дух, который возрожденный. Дух, который является уже божественным, который Господь возродил, сделал другим. Наш Дух, в котором не должно ничего быть греховного, потому что написано, что верующий в меня не грешит. Почему? Потому что слово его, семья, пребывает в нем и не может грешить. Дьявол не имеет места. И это очень важно. Вы знаете, я однажды практиковал и сказал, Господи, я вот это утро хочу, чтобы не согрешить до самого вечера. И я как бы поставил эту молитву перед Богом, и так старался, но все равно согрешил. Все равно согрешил. Просто что-то влезло в глаза, кто-то мне что-то нехорошее сказал, какую-то сплетню и так дальше. Я сказал, Господи, это невозможно. Но когда я открыл место священного Писания на горной проповеди Иисуса Христа, пятая глава, где говорится в последнем стихе, что и так будьте совершенны, как совершен Отец вас небесный. Я сказал, Господь, есть, есть, потому что если ты сказал, то есть это совершенство, и другое место говорит, что Он есть глава, а мы как тело, Он нас ведет к совершенству, значит, мы можем идти к совершенству, мы можем быть совершенны. И тогда я начал работать над тем, как можно быть совершенным, как это возможно, чтобы иметь эти плоды. И Господь открыл мне, Господь открыл, что очень важную роль в жизни христианина, Божьего, дитя, играет наш разум. И написано не просто разум, а обновленный разум, через который Бог делает величайшую работу. Вся информация идеологии бесовской, она не имеет права проникнуть, потому что наш разум не дает, чтобы что-то плохое проникло в наше сердце, которое находится в нашем духе. И тогда я понял, что то, что мы видим нехорошее, слышим случайно, оно и не является грехом, если мы не разрешаем опустить в наше сердце. Просто мы должны сказать, это не мое. Я увидел случайно, я не хотел это видеть, но это не мое. Откинул в сторону. Я услышал, но это не мое. Мне предложили куда-то пойти, я не дам своим ногам пойти, потому что это не мое. Блажен муж, который не ходит, не сидит и не стоит. Знаете, если бы я мирскому человеку сказал, что блажен человек, который не ходит, не сидит и не стоит, он бы сказал, что это что-то ненормальное. Это коллега, коллега, который не ходит, не сидит и не стоит. Но мы знаем, мы Божий народ, который знаем внутреннюю красоту Божьей славы, мы знаем, что тот, который не ходит куда не надо, не стоит там, где не надо, и не сидит там, где не надо. Но о законе Божьем помышляет для того, чтобы этот Божий закон мог слагаться в сердце. Блаженны, хранящие Божие откровения. Там, в нашем сердце, это святое святых, которые Бог определил в Новом Завете, где раньше мог только священник пройти в то место, где лежали там слова Божьи, сегодня Слова Божьи слагаются в наше сердце Духом Святым. Скажем слава нашему Господу. Поэтому Бог определил нас для служения. Я не перечислю девять плодов, которые нужно иметь для нас. Мы знаем о любовь, радость и так дальше. Для того, чтобы совершать служение, нужно иметь эти плоды. Для того, чтобы совершать служение, нужно быть верными Божьими учениками. Христос сказал, кто мне служит? Мне допоследует. 12 глава Иоанна. И где я, там будет слуга мой, и его, такого человека, почтить Отец мой. Поэтому нужно последовать Иисусу Христу. Нужно быть, как Иисус Христос. Нужно стараться быть, как Христос. И тогда ты и я будем там, где Иисус Христос. И нас встретит Отец Небесный и почтит. Какое преимущество. Как нам приятно, когда нас почтит какой-то Босс. Мы работаем. И вдруг нам сказали, ты получал 18 долларов. Но я увидел, что тебе надо больше поднять. Будешь получать 22 доллара. Правда, приятно. Кто бы не порадовался такой новости. Почтили нас. Почтили нас люди земные. Которые сегодня, Босс, завтра, Он может обанкротиться. Но нас почтили. Нас почтит Отец Небесный. Это превыше всего. Аллилуйя. Слава нашему Господу за такое почтение. Поэтому Господь вручил нам служение. И за это Он нас почтит, если мы останемся Ему верны. Бог хочет, чтобы мы, как соратники, не просто ученики, а как Его соратники, которым Он дал власть, оставил служение. Я говорю, иду. Я иду. Но пошлю вам Духа Святого будет с вами. И вы будете совершать и перечислить, какие служения мы будем совершать. И сказал Христос, что для этого Я вам даю власть. Поэтому во всем этом заключается труд. Бог нас поставил для служения. Для этого мы призваны. Мы можем сказать слава Господу? Или не все согласны? Если все согласны, давайте мы громко скажем слава Господу. О, теперь уже лучше. Пусть Господь благословит нас всех. И следующее. Я очень коротко. Мы дальше сможем дома уже развивать то, что Господь сегодня говорит через эти служения. Следующее. Для чего нас Бог призвал? Для того, чтобы нас посвятить. Чтобы мы были посвящены. Если мы будем спасены. Если мы будем служить Господу. Но мы не будем посвящены. Мы просто как работа совершаем. Просто нам неудобно. Подошел пастор и сказал. Молодой человек. Брат Василий или брат Ваня. Вот я хотел бы, чтобы ты такой труд совершил в церкви. Ну, я абсолютно не хочу его совершать. Но пастор сказал. И как-то неудобно отказать. И я взялся. И даже и получилось. Но нет результата. Получилось. Я сделал. Нет результата. Почему? Потому что я не посвящен. Бог хочет, чтобы мы были посвящены. Христос говорит, что я за них, молясь отцу в просвященнической молитве, говорит, Отец, я за них, то есть за меня, за тебя, за тебя, я посвящаю себя. То есть я иду на Голгофу. Я буду умирать. Я посвящаю себя. Для того, чтобы они были также освящены. Аллилуйя. Слава Господу. Я не буду говорить некоторые стороны посвящения. Но я хочу сказать, что Господь желает, чтобы мы всегда пребывали в Господе. Едино. Шестая глава. Иоанна, евангелиста. Часто читает братья, когда совершает причастие. Говорится, что если кто будет есть хлеб и пить чашу. Он будет пребывать во мне, я в нем. Мы единые целые. Поэтому мы должны вместе пребывать в Боге, а Господь в нас. И это будет настоящее посвящение. Чтобы мы могли также, когда придет время, когда окончится это земное странствование, мы могли вместе с Иисусом Христом быть в Божьем Царстве. «Уходя на небо перед страданиями, Иисус Христос сказал, что в доме Отца Моего обителей много». Вы верите в это? Но Христос говорит, если бы даже не так. Но я даже не припускаю, что там не так. Действительно, в доме Отца Моего обителей много. Сегодня уже современная технология доказала, что есть миллиарды, миллиардов разных планет во Вселенной. Это только то, что мог достигнуть человек своими аппаратами вместе с зором. Но у Господа есть столько обителей, что еще не достигнуто человеческим разумом. Христос сказал, что в доме Отца Его есть обителей много. «И я иду и снова приду, чтобы вы были там, где я». Слава нашему Господу! Поэтому призвание Божие непреложное. Господь призвал нас для того, чтобы мы были спасены, чтобы мы служили Господу и мы были посвящены. И все это сделано на Божьем милосердии, для того, чтобы мы могли ничем не хвалиться, но радоваться Божьей благодатью, которую Он послал в нашей жизни, да благословит вас всех Господь. Давайте мне помолимся. Приветствую, дорогие друзья, братья или хор, я не знаю, псалом, подготовьте, будем делать сбор. Ну, знаете, казалось бы, уже все сказано, и картинки показали правильные, настоящие. Есть такое, вот я слышал в разговорах, что да, приедут, покажут картинки, а что там оно на самом деле. Но кроме картинок мы знаем все, что Молдавия изо всех бывших республик Советского Союза на сегодняшний день самая такая нуждающаяся, бедная страна. И то, что показывают, я слышу из рассказов, вот кто с Молдавии, у меня есть знакомые, они говорят, что действительно так. И скитаются дети, родители уехали на заработки куда-то, и не возвращаются родители с Европы, там повыходили замуж, забыли за детей, бабушки поумирали, и вот такие вот на свалках. Это правда, я слышал из других источников. Ну, и казалось бы, уже все сказано и показано, но хочу просто как бы поставить точку, призвать нас к пожертвованию, расположить наши сердца, напомнить нам всем уже знающим местописание. Каждый уделяй по расположению сердца, и не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Всякую благодатью, знаете, друзья, это не только материально, но и духовно. Вот Корнилию когда-то, помните, ангел пришел, говорит, молитвы и милостыни пришли на память к Богу. Оказывается, милостыни где-то послужили тому, что, ну, не именно только милостыни, давайте, и все, вы спасены. Но пришло спасение всему дому Корнилия. Молитвы и милостыни пришли на память к Богу. Это ценно пред Господом. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом. И вот, Павел, одну строчку читаю из Писания, с этого же послания. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, и вот что он пишет. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Поэтому давайте, если вот брат на служении там еще какие-то души вырвет из этого, из этой погибели, и наши деньги послужат этому, то пусть Бог благословит всех нас и расположит. На нашей ноги поем института, имя сладко мне, покоя радость в нем в душе. Семьсот сорок пять. Семьсот сорок пять. Семьсот сорок пять. Семьсот сорок пять. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Нет слов, чтоб выразить вполне, так дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Слава Богу, братья и сестры. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня, не отходить открыто, чем бы и избежали бы из всех затруднений». А теперь умоляю, хлеб примите, Павел уговаривает. Там было такое короткое слово, «Не надо плыть, послушайте меня». Ему Бог откровение дал. Не поверили, больше корм чему доверяли, чем Павлу. И поплыли, и в шторм попали. «Такой шторм, корабль разбит, по милости просто Божьей, ради Павла дарю тебе этих 270 человек». И были сохранены. Представьте себе, и предлагал. «Не надо, не послушали». Сегодня говорили о послушании. Как оно важно. Каких бы мы затруднений избежали, кораблекрушений бы, как бы мы, братья и сестры, по-другому, может быть, было, если бы послушали. Неужели ты думаешь, что все сожжения и жертвы так Богу приятны, как послушание, но они не послушали и сказали, «Не пойдем и не будем Бога слушать, неправду вы говорите, Бог так не говорит». Вот оно, не послушание. И оно, мы так часто с ним соприкасаемся в нашей жизни, в реальной, просто вот не слушаем и не верим и не следуем Божьим путям, подвергаемся большим-большим трудностям. Почему так происходит? Потому что, там читал Саша, «послушанием истине через Духа, очистивши души наши к нелицемерному братолюбию». Это такое качество приводит нас к любви, когда мы слушаем. Духа Святого Бог дает или работает в человеке повинующийся, которые повинуются Богу, которые слушаются Его, которые доверяются Богу. Пусть Бог помилует нас, братья и сестры. Там есть такое слово, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними». Что были когда-то? Похотями. Не сообразуйтесь. Но по примеру призвавшего вас Святого, будьте святы, послушание приводит нас к святости Господней. Я смотрел, брат Анатолий проповедует, говорит. Думаю, он мне говорил, Бог трижды проговорил, «Езжай и трудись». А я все сомневался. Это же надо ехать в Молдову, бедную. Жил там более-менее на Украине, как-то в Черновицах. А Бог побуждал, едь и все, и поехал. И вот столько церквей Бог через него организовал. Труд послушался, Бога послушался. А теперь что? Жизнь проходит. Уже не молодой, еще чуть-чуть и вечность. А у вечности послушные люди приготовляют хорошо служивший Господу, приготовляют в высшую степень награды от Бога. Награду получим. Важно каждый на своем поприще. Быть послушным. Жена мужу послушная, дети родителям послушные, члены церкви, руководству церкви. Надо без послушания ничего. Даже Христос придя в мир послушный до смерти и смерти крестной. Слава Богу! Так надо нам послушание или не надо? Надо. И будем слушаться. Обязательно будем слушаться, Богу доверяться. Ну так Бог определил. А иначе никакое дело созидаться не может. Абсолютно. Помилуй над всем. Быть послушными Богу. Непослушный человеку. Непослушен и Богу. Пусть помилует нас Господь. Сегодня и утром, и вечером мы Божий голос слышали. Если были, конечно, внимательны. Я так думаю, иногда так просто Бог говорит. Без всяких там мудростей. Без всяких таких простеньких. И прям влагает нам прямо в наше сердце. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...